В эфире новости. В студии работает Виктория Антонишина, Алмаз Ашим. Добрый день. Казахстан сделал заявление в связи с прекращением военных действий в Нагорном Карабахе. В Министерстве иностранных дел нашей страны высоко оценивают такое решение президента Азербайджанской республики, премьер-министра республики Армения и президента Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Достигнутые договоренности соответствуют резолюциям ООН. В министерстве также отмечают роль и усилие Российской Федерации в разрешении конфликта. Выражаем надежду, что азербайджанские и армянские народы будут стремиться к установлению мира и согласия, чтобы обеспечить безопасность в регионе, говорится в заявлении. К другим темам в Казахстане остается непростой ситуация с коронавирусом. За неделю жертвами опасной инфекции стали 42 человека. Об этом сообщили в Минздраве. Данные приводятся за период со 2 по 8 ноября. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Восточно-Казахстанской области. Сразу 10. Напомню, регион вместе с Павлодарской областью находится в красной зоне. Следом по количеству смертей в антирейтинге идет западно-казахстанский регион. Самая молодая жертва ковид из этого списка проживала именно там. Также люди умирали в Атраусской, Карагандинской, Алматинской, Мангустаусской, Павлодарской, Акмолинской областях, в столице и в Алматы. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрированы 1899 летальных исходов от коронавируса. Казахстан, Казахстан. Скачок заболевания пневмонией с признаками коронавируса за прошедшие сутки зафиксированы 242 случая. 45 новых инфицированных за минувшие сутки выявили в Акмолинской области. Наибольшее число заболевших отмечено в областном центре. Из-за роста новых случаев ковид в Кокшета усиливают карантин. С 13 ноября въезд в город для лиц, которые не проживают в Акмолинской области, без результатов ПЦР-теста будет запрещен. Справка должна быть сделана в течение последних трех дней перед въездом. Кроме того, после 9 часов вечера жителям ограничат передвижение. Выходить на улицу запрещается без крайней необходимости. Торговые центры площадью свыше 500 квадратных метров смогут работать только в будни. Движение общественного транспорта также будет ограничено. По словам главного санврача региона, если ситуация с ковид в области продолжит ухудшаться, следующим шагом станет установка блокпостов. Напомню, ранее по периметру Кокшета установили санитарные посты. В остальных населенных пунктах передвижение ограничивается с 23 до 6 утра. Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, как на предприятиях общественного питания, так и на дому. Ограничен выход лиц старше 65 лет без крайней необходимости, только если это требуется в больницу, за продуктами. В Петропавловске на карантинных постах устанавливают умные камеры. Они будут сканировать госномера, определять, может ли машина проехать в зону строгих ограничений. Напомню, с 9 ноября областной центр, а также Козылжарский район закрыты на карантин. Попасть туда можно только по медуказаниям, на работу, либо при наличии справки ПЦР-тест. По утрам на пропускных пунктах наблюдается скопление транспорта. Вот, к примеру, сегодня была очередь из 300 машин. Поток разгрузить поможет как раз-таки система видеонаблюдения, говорят в Акимате, поэтому все 5 блокпостов решили оснастить специальной техникой. Когда едут в город Петропавловск, они электронно подают заявление, сканируют все свои документы разрешительные и ПЦР-тест. И когда машина уже подъезжает к блокпосту, умные камеры распознают номера. И он уже, сотрудник полиции, на планшете видит, есть у него разрешительные документы, ПЦР-тест. И, получается, потоп машин быстрее будет проезжать. В Костанайской области из-за ухудшения эпид-ситуации сокращены железнодорожные, автомобильные и авиаперевозки. До 1 декабря отменены 5 авиарейсов из Костаная в столицу и 4 из Алматы в Костанай. Полеты в Шымкен прекратятся с 13 ноября до марта следующего года. Наполовину сокращены железнодорожные перевозки. Останавливаются поезда только на 6 крупных станциях региона, а именно Аргалык, Ессель, Кушморун, Тобел, Железнодорожный и Костанай. Ограничения коснулись и передвижения жителей. Находиться на улице можно с 6 утра с 10 до 10 вечера. В таком же временном промежутке разрешено движение автотранспорта и служб такси. У нас порядка 42 вагонов пассажирских остаются без работы. Мы на станции Костанай их отставляем на отдельные пути, на горячем прогреве. Отопление будет, горячая вода. Для того, чтобы мы их не разморозили, эти вагоны, как пройдет пиковая нагрузка, чтобы мы их безболежно запустили на рейсовое вращение. Тем временем некоторые казахстанцы продолжают возвращаться из-за рубежа без ПЦР-тестов. Без актуальных справок на родину прилетели еще 44 человека. Все они изолированы в карантинные стационары. Всего минувшей ночью Казахстан принял 4 международных авиарейса. В аэропорты Нур-Султан и Алматы прилетели почти 500 пассажиров из Турции, Египта, Беларуси. Напомню, из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом за пределами страны Казахстан ранее сократил число международных авиарейсов. Вход с температурой воспрещен. В поликлиниках Павлодара создают мобильные группы врачей, которые теперь пациентов с пневмонией и коронавирусом будут консультировать на дому. Ежедневно бригады принимают до 20 вызовов. На особый контроль взяты те, кто оказался в зоне риска. Беременные женщины, лица преклонного возраста и люди с хроническими заболеваниями. В экстренных случаях больных будут госпитализировать в клинике региона. 70 тысяч прикрепленных к пациентам, 400 инфицированных коронавирусом. В одной из самых крупных поликлиник областного центра заработали 13 мобильных бригад врачей. 77 пациентов находятся под наблюдением, 14 из них госпитализированы в круглосуточные стационары, 63 пациента находятся на амбулаторном лечении. Из них 60 пациентов – это взрослых, и трое больных – это детей. Распространение коронавирусной инфекции совпало с сезонной вспышкой ОРВИ, поэтому мобильные бригады перешли на усиленный режим работы. К примеру, сегодня первый выезд врачей зафиксирован в 8 утра. Помощь врачей потребовалась Диане. Боль в горле и высокая температура, которую девушка пытается сбить последние два дня. Дальше – все действия по выработанному алгоритму. Физикальная диагностика, ПЦР-тест и рекомендации. К специализации не нуждаетесь, нужно выполнять все рекомендации и соблюдать все меры профилактики, чтобы ваши больные и близкие не заболели. Врачи отмечают, что у пациентов с COVID-19 в этот раз течение болезни сравнительно легкое и что, учитывая прежний опыт, к новой вспышке регион готов. Тем не менее, по заболеваемости коронавирусом Павлодарская область уже вошла в красную зону. Местные власти предпринимают меры по сдерживанию инфекции. Всего в городе Павлодар работают три государственные поликлиники и 10 частных поликлиник, осуществляющие государственный заказ. В каждой из поликлиник организована работа мобильных бригад. Всего их по городу Павлодар 87. И немного статистики. С октября месяца в Павлодарской области выявлено около 5000 больных коронавирусом. Свыше 4000 человек с инфекцией справились. Между тем, во Всемирной организации здравоохранения сообщили о рекордном росте числа заболевших коронавирусом. За неделю количество инфицированных ковид в мире превысило 3,6 миллиона. В организации подчеркивают, что это самый высокий недельный показатель с начала пандемии. При этом самый большой прирост заражений отмечен в Европе – 54%. Там же зафиксировано почти половина летальных исходов от вируса. В соседней России вводят новые ограничения до середины января. Эпидемиологи прогнозируют дальнейший рост заболеваемости. На этом фоне принято решение с этой пятницы закрыть ночные клубы, запретить ресторанам работать в ночное время. В столице также отменят фестивали, рождественские базары, новогодние гуляния. Студентов вузов и колледжей переведут на дистанционку. Между тем, за минувшие сутки в России подтверждено свыше 19 800 новых случаев ковид. Заражения зафиксированы в 85 регионах страны. Сообщается, что за сутки от вируса скончались более 400 человек. Отмечу, всего с начала эпидемии в стране подтверждено свыше 1 800 000 случаев ковид. По числу инфицированных Россия сейчас находится на четвертом месте в мире после США, Индии и Бразилии. В Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились более 10 000 человек. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составляет почти полмиллиона. Из-за большого наплыва инфицированных в больницах запретили все плановые операции. В медучреждениях не хватает персонала и оборудования. Это больница в Сумской области. Температура в здании едва достигает 11 градусов тепла. Из-за чего на стенах образовалась плесень. В туалетах нет дверей. А железные койки, на которых лежат больные, остались еще с советского времени. В таких условиях лечатся пациенты с коронавирусом. Аналогичная ситуация в медучреждениях Харьковской области. Загруженность некоторых больниц достигает 95%. Не хватает аппаратуры ШВЛ и медикаментозной терапии. Но сейчас даже акушерско-гинекологические стационары делают под центр ковида. Не хватает рабочей силы. Не хватает еще потому, что врачи сами заболевают, кто работает с такими пациентами. Молодой доктор получает около 100 долларов в ставках. Из-за ухудшения ситуации украинские власти намерены ввести ограничительные меры. В выходные дни будут закрыты крупные торговые центры, тренажерные залы, бассейны, рестораны и кафе. Из-за большого наплыва инфицированных в больницах страны запретили все плановые операции. Правило не касается лишь беременных женщин и пациентов с онкологией. Из-за загруженности все больницы принимают только ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью. Ситуация крайне напряженная. Ситуация крайне напряженная не только в Украине. Тем временем представители Минздрава в очередной раз просят население не забывать о мерах предосторожности. Соблюдать социальную дистанцию, следить за гигиеной рук и носить маски. В случае нахождения без средств защиты в общественном месте нарушителю грозит штраф 9 долларов. Азель Жамбарши, Айда Кадырбай, Петр Борейко, Хабар-24, Украина. Число случаев коронавируса в Италии вот-вот превысит мрачный рубеж в 1 миллион. Суточный показатель заражения там превысил 35 тысяч. Повторный локдаун ведут в Ливане. Новые меры в силу 14 ноября будут действовать до конца месяца. Таким образом, власти намерены облегчить нагрузку на систему здравоохранения. Реанимации сейчас на грани коллапса. Сегодня мы достигли красной черты по числу инфицированных. В частных и государственных больницах не хватает мест для пациентов с ковид. Нам пришлось ввести локдаун. У нас нет другого выхода. Жители Непала теперь смогут бесплатно пройти тест на коронавирус. Кроме того, им не придется платить за лечение болезни. Такое постановление накануне принял Верховный суд. Ранее большинство услуг, связанных с вирусом в стране, были платными. А перед госпитализацией некоторые больницы требовали депозит в 1000 долларов. По словам врачей, это создавало препятствие для оказания своевременной медпомощи. Однако власти призывают состоятельных граждан все-таки оплачивать лечение, чтобы бесплатную помощь могли получить уязвимые слои населения. Отмечу, количество инфицированных коронавирусом в Непале приближается к 200 тысячам. В Бразилии умер участник испытаний китайской вакцины Коронавак, из-за чего исследования препарата приостановлены. Эксперты устанавливают причину вероятного побочного эффекта. В Китае тем временем эту вакцину уже получили сотни тысяч человек. Представители компании Sinovac BioNTech заявили, что они уверены в безопасности своей разработки. По их словам, инъекции были сделаны 60 тысячам добровольцам, и при этом никаких жалоб на плохое самочувствие не было. Кстати, это не первый летальный случай в Бразилии среди испытуемых. В конце октября, напомню, скончался 28-летний мужчина. Ему тогда ввели препарат фармкомпании AstraZeneca. Решение принято Генеральным управлением по лекарственным средствам. Детали данного случая изучаются. Если подтвердится, что смерть вызвана препаратом, то мы прекращаем испытание вакцины. Вернемся к событиям в нашей стране. Институт надзора за рынком планирует внедрить в Казахстане. Он будет заниматься оперативным изъятием небезопасных товаров. Соответствующий законопроект о техническом регулировании сегодня в Мажелесе представил министр торговли и интеграции Бахет Султанов. Глава ведомства отметил, основным новшеством станет переход от контроля субъектов к контролю объектов. Таким образом будет проверяться сама продукция, а не производитель. Для этого вводится процедура отбора образцов товаров с целью проведения лабораторных испытаний. При этом все процессы будут сопровождаться фото, видеофиксацией. Министр говорит, что это все снизит коррупционные риски, будут созданы условия для добросовестного бизнеса и качество продуктов будет повышаться. Ведомстве также планируют вести госконтроль за фасованными товарами, чтобы не допускать обвеса покупателей. Проект закона депутаты одобрили в первом чтении. Уголовное судопроизводство в Казахстане смогут вести онлайн. Соответствующие поправки в первом чтении приняли сегодня в Мажелесе. Как рассказал депутат Василий Олейник, законопроект также расширит основания для обжалования и пересмотра постановлений следственного судьи и увеличит возможности для отвода судьи. Кроме того, новшества упростят процедуру согласования с прокурором ключевых решений органов до судебного расследования. Ожидается, что принятые изменения повысят ответственность прокурора и повысят гарантии защиты прав как подозреваемых и обвиняемых, так и потерпевших. Мажелесмены считают, что это позволит исключить многочисленные жалобы сторон. Казахстанцам рекомендуют без особой необходимости в дальние поездки не отправляться. Туман, гололед и низовая метель сохраняются на большей части страны. Сразу в 10 регионах объявлено штормовое предупреждение. В Акмолинской, Карагандинской, Кустанайской, Восточно-Казахстанской возможен сильный ветер, порывы до 25 метров в секунду. Мокрый снег, метель сегодня в столице. В Актюбинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской области может быть туман. В северо-Казахстанской области непогода продлится два дня. Снег, гололед там возможны и завтра. Обильные осадки в виде дождя и снега 12-13 ноября возможны в горных районах Жамбылска региона. И поэтому МЧС просит всех казахстанцев следить за прогнозами и соблюдать меры безопасности. Жители Актюбе мерзнут на остановках в ожидании автобусов. И большинство из них не защищают ни от холода, ни от дождя, ни от ветра, ни от морозов. И теплых остановок в городе можно пересчитать по пальцам. Кроме того, люди жалуются, что в них грязно, небезопасно. Актюбинцы возмущены таким состоянием автобусных остановок. Мало того, что никто не следит за чистотой, за порядком, так к тому же и месяцы уходят, чтобы устранить какие-либо дефекты. Сейчас мы работаем в части привлечения предпринимательства. Нами уже было проведено два конкурса. Реализовано лишь 9 земельных участков. То есть на такой бизнес неохотно наши предприниматели относятся. Вот на 4 декабря мы намечаем третий конкурс. Это и Абухайрхана есть, и Молдогулова проспекта, если есть центральный, говорить. Есть и второстепенных улиц. Жители села Первая Майя Карагандинской области решили сами построить новый туалет для своих детей внутри здания местной школы. Иначе школу могут просто закрыть. А сельской школе уже более 90 лет, и раньше туалет всегда находился на улице. Но по новым правилам уличные санузлы запрещены. И справляются ли родители со стройкой своими силами, чтобы узнать это, на место выехала наша съемочная группа. Жители села с праздничным названием Первая Майя встревожены. Сначала их школу едва не закрыли из-за малокомплектности, а теперь вот новая угроза. Туалет на улице нельзя. Но младшеклассникам нелегко ездить в школу в соседнее село. А потому пока у детей каникулы, родители пошли в школу. Ну, для детей стараемся, делаем, чтобы дети учились хорошо у нас. Было все удобство у них. Обустроить все удобства жители взялись сами. Под санузел решили переоборудовать учительскую. В соцсетях завеличат Первомайская школа и тетрадку для бухгалтерии. Мы собираем деньги на ремонт школы. В данное время собралось 700 тысяч. Список номер один – это люди, кто приносит нам на руки, на личку. На обратной стороне пишем расходы. Тут на цемент, на трубы. На призыв о помощи школе откликнулись все ныне живущие и уже уехавшие Первомайцы. Инициативу жители оценили и наверху. Из районного бюджета на ремонт школы выделили 2 миллиона 600 тысяч тенге. По оказанию спонсорской помощи я хочу сказать, что нами это приветствуется в рамках программы «Туган-Жеруха Нижангру». Потому что люди, которые когда-то окончили школу и хотят оказать спонсорскую помощь своей школе. В Акимате уверяют, дальнейшие работы будут вестись уже за счет бюджета. Кроме санузла, обновят и отопление. Ну а жители теперь строят планы, как отремонтировать и крышу. Илана Чаус, Василий Савкина, Слан Демизбаев, Хабар-24, Карагандинская область. Пересмотра выплат требуют индивидуальные помощники инвалидов в Западно-Казахстанской области. Как оказалось, рассчитывается сумма в зависимости от программы реабилитации подопечных. Однако, если одни получают оплату за полный рабочий день, другим компенсируется лишь несколько часов. В сложной ситуации сельские помощники, ведь они вынуждены сопровождать своих подопечных, которые регулярно приезжают в город на медпроцедуры. Но транспортные расходы не учитываются при начислении выплат. Нам также еще не оплачивают выходные и праздничные дни. Почему они не учитывают то, что мы районные пациенты, мы добираемся на такси, плюс добираемся на автобусе. Так как огородские за ними ходят обслуживания, мы сами добираемся. Нам дороже обходится. Транспортные расходы. Транспортные расходы, да. И вот компетентные органы просим разобраться и помочь. Сегодня в столице началась Астана Медиа Уик. Из-за коронавируса ежегодный международный форум проходит в онлайн формате. Ковид станет и основной темой обсуждения экспертов. Казахстанские зарубежные профессионалы медиаиндустрии постараются оценить масштабы влияния пандемии на работу журналистов. Отдельный блок будет посвящен тому, как в условиях коронавируса изменился принцип действий информационных редакций. За ходом сессии можно наблюдать на официальном сайте форума. Мнения экспертов и последние тенденции в этой сфере доступны всем желающим в режиме реального времени. Как и раньше, участниками форума стали известны в современном медиапространстве личности, такие как американский телепродюсер, обладатель трех наград Эмми Билл Айрайнхофер, генсек Азиатско-Тихоокеанского обещательного союза Чафат Моттаги, замгендиректора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и другие. С приветственным словом выступила министр информации и общественного развития Казахстана. Сегодняшнее время требует от средств массовой информации мобильности. Фейковые новости в социальных сетях распространяются с огромной скоростью. Интерес публики к традиционным СМИ снизился. Потребности общества изменились. Это требует от редакции повышения конкурентноспособности. Сегодня в форуме принимают участие представители более 10 стран. Ученые, топ-менеджеры, журналисты и медиатренеры. Наша общая цель – повысить профессионализм и оперативный журналистов. В Китае стартовал так называемый «День холостяка» – самая большая онлайн распродажа товаров в мире. Лидер рынка онлайн-торговли Алиэкспресс уже сообщил о рекордных продажах в 56 миллиардов долларов. Из-за большого спроса распродажа проводилась с 1 по 3 ноября. А также пройдет весь день сегодня. В этом году в ней участвуют свыше 250 тысяч брендов и 5 миллионов магазинов. По подсчетам аналитиков из-за пандемии, объем продаж в этом году превысит 120 миллиардов долларов. Мы на этом закончим. Оставайтесь с нами. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова